Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Емель и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Я очень часто вижу в ютубе видео с заголовком Макияж бюджетной косметикой. И когда я открываю это видео, я вижу косметику от NYX, от Maybelline, от L'Oreal и блогеры утверждают, что это супер бюджетная косметика. Нет, я конечно согласна, что это масс-маркет, но это не супер бюджетная косметика, будем говорить честно. В комментариях я вижу полно людей, которые недовольны этим, пишут, с каких пор L'Oreal стала бюджетной косметикой, или например NYX. А одна русская блогерша даже сказала, что Inglot это дешевая польская косметика. Я сегодня постараюсь вам показать действительно бюджетные средства, которые я очень люблю, которыми я очень часто пользуюсь, и это действительно будет бюджетно. Я вообще очень люблю декоративную косметику, скупаю ее огромным количеством. Итак, начать хочу я с тонального средства, то без чего макияж просто не состоится. Я нашла среди бюджетных аналогов очень хорошее тональное средство. Это тональное средство, которое я вам очень часто показываю в своих видео. Это Bell, называется Real Matte, у меня в оттенке 01. Он идеально скрывает все недостатки на лице, прекрасно ложится на кожу. Он достаточно-таки плотный. Если честно, я не люблю тональные средства с очень низкой покрывательной способностью. Я не понимаю, какой смысл наносить тональное средство, если его практически не видно на лице. Не смотря на то, что на нем написано, что он матовый, для моей сухой кожи он подходит идеально. Вы сейчас будете шокированы ценой. Он стоит 5 монат. В каких-то магазинах можно его найти за 4,50, где-то 5,50, но в среднем он стоит 5 монат. Вообще, я очень люблю косметику от Bell. Дальше вы поймете, почему. У меня очень много средств от этой марки. С лицом мы с вами разобрались. Дальше мы начнем оформлять глазки. Самая универсальная палетка всех времен. То есть, здесь есть оттенки, с которыми можно сделать макияж глаз, оформить брови. А здесь есть даже оттенок, которым я оформляю над бровью. Это матовые тени. Раньше я очень любила блестящие тени, но в последнее время я отдаю предпочтение именно матовым теням. Не знаю, с чем это связано. Наверное, вкусы меняются. Очень мне нравится текстура. Они не сыпятся, долго держатся. Ну, хотя, как сказать, долго держатся. У меня сухая кожа, поэтому любые тени на мне держатся хорошо. У меня теней очень много, но, несмотря на это, у меня здесь образовалась дырка. Для меня это просто достижение. У меня это бывает крайне редко. Я не знаю почему-то, и когда я вижу, что у меня в тенях появляется дырочка, у меня прям радость. Я не знаю, как они нашли вот такие вот оттенки, которые так дополняют друг друга. Например, вот этот темный оттенок идеально подходит для бровей, для брюнеток точно. Вот этими оттенками можно прекрасно сделать дневной макияж. Там есть разные палитры. У меня палитра в номере 1, такая вот универсальная. Там также есть с голубыми цветами, с зелеными цветами, черно-белая палитра. А далее я хочу вам продемонстрировать вот такую вот подводку от компании Golden Rolls. Стоит она тоже супер бюджетно, что-то в районе 6 монат, если я не ошибаюсь. Быть может, чуть дешевле или чуть дороже, потому что, когда я захожу в Golden Rolls, я приобретаю не одно средство, а несколько. И поэтому запомнить точную стоимость немножко затруднительно. Подводка, конечно, на любителя. Кто-то любит, когда подводка в форме фломастера, кто-то любит, когда с кисточкой. Я лично люблю, когда вот такая вот тоненькая кисть. Мне очень удобно рисовать стрелки. Получаются они очень тоненькими. Очень давно я пользуюсь этой подводкой. Она супер черная, не оставляет разводов, долго держится. Очень мне нравится эта подводка. Я не представляю своей жизни, если ее снимут с производства, что я буду делать. Итак, последний штрих – это тушь. Здесь я должна вас расстроить. Среди очень дешевых я еще не нашла ни одну достойную. Мне очень нравится вот эта тушь от Maybelline. Не знаю, насколько ее можно считать бюджетной. Стоит она в районе 10-12 монат. То есть в туши, конечно же, стоимость имеет огромное значение. У меня была тушь от Belle. Такая вот в розовом футляре. Но я ее сразу выбросила. По-моему, даже в зачистке она у меня была. Она просто не делает ровным счетом ничего. Не удлиняет, не подкручивает. То есть никакого эффекта от нее нет. Также у меня была тушь от Chanel, от которой я просто осталась в восторге. Но она стоит супер дорого. Но также остерегайтесь подделок. Я однажды купила точно такую же тушь. Но она через месяц высохла и пахла каким-то спиртом. Что наткнуло меня на мысль, что это подделка. А мы с вами двигаемся дальше. И дальше я бы хотела вам показать мой любимый хайлайтер. От компании Deina. Отличное качество. Очень хорошо. Он пигментированный, классно блестит, долго держится. Все просто замечательно. Единственный минус этого бренда заключается в том, что они не придают значения рекламе. Я не беру от себя даже зрителей. Лично я хочу приобретать ту косметику, которую я вижу у блогеров. Если я какой-то бренд никогда не видела в руках ни у одного блогера, мне просто не хочется его приобретать. Даже несмотря на то, что этот бренд имеет замечательное качество. Моя подруга Асхватим, она очень давно хотела палетку от Tarte. Просто потому, что она очень часто у зарубежных блогеров видела, что они пользуются косметикой от Tarte. Я не знаю, только я такая или все люди такие, но мне хочется иметь косметику такую же, как есть у других блогеров. И не в зависимости от того, это дорогая косметика или дешевая косметика. Например, у зарубежных блогеров я очень часто вижу косметику от Elf. И мне тоже очень хочется купить. Я даже не знаю, где ее можно найти. Она супер-пупер бюджетная в Америке, но здесь ее найти трудно. Но мне все равно хочется ее найти и купить. Даже по завышенной цене. Просто потому, что она есть у блогеров. А мы с вами двигаемся дальше. Дальше идет Golden Rose. Golden Rose, если я не ошибаюсь, это турецкая косметика. И это вот такие вот румяна. Мне они очень нравятся. Они вот слегка пигментированные. То есть я не люблю, когда румяна очень сильно пигментирована. Потому что я могу переборщить. Я превращу себя просто в матрешку. Но несмотря на свою стоимость, мне они очень нравятся. Я очень часто ими пользуюсь. Как я говорила, румянами я начала пользоваться сравнительно недавно. Раньше я считала, что это косметический продукт, который мне совершенно не подходит. Оказывается, я просто не умела им пользоваться. У меня они есть в двух оттенках. Один у меня в таком коричневом оттенке. Им обычно я делаю скульптурирование лица. А это такой вот розовый оттенок. Хочу вам продемонстрировать вот такую вот помаду от Wet n Wild, которая стоит всего 1 доллар, точнее 99 центов. Дорогие мои, пожалуйста, не обманывайте себя. У нас здесь в городе продают эти же помады по 10 монат. То есть в 7 раз дороже, чем ее себестоимость. То есть это просто смешно. Нас просто дурят. Не надо вестись на это. Лучше приобретайте с официального сайта еще во время распродаж. Мне очень нравится эта помада. Она имеет прекрасную текстуру. Мне ее подарила блогер Рагимочка. Спасибо ей большое за это. Мне она очень нравится. Она вот такого вот носибельного оттенка, как раз который я люблю. Вот такой вот темно-коричневый оттенок. И это номер 915B. И последнее, что я вам хочу сегодня показать, это вот такой вот карандаш, который я заказала с сайта Алиэкспресс. Вернее, я заказала целый лот, где был этот карандаш тоже. Просто этот карандаш идеально подходит под эту помаду, поэтому решила показать именно его. Также эти карандаши я раздарила всем своим знакомым, потому что они стоят супер бюджетно. И мне очень нравится их на качество. За 2 доллара можно купить аж 12 карандашей. Можно просто один раз использовать и просто в окно выбрасывать. Но сейчас у меня всего осталось 3 карандаша, так как Айка всем все раздарила. И это были все средства, которые я вам хотела сегодня показать. Как видите, бюджетная косметика на самом деле может быть действительно бюджетной. И не всегда бюджетная косметика имеет плохое качество. Попробуйте те средства, которые порекомендовала вам я, и вы убедитесь в этом. Я надеюсь, что это видео для вас было максимально информативным. Если это так, то нажимайте лайк и подписывайтесь на мой канал. Мне будет безумно приятно. Я вас всех очень-очень сильно люблю. Целую. С вами Блайк Эмили. Субтитры сделал DimaTorzok